Сегодня в областной столице прошли публичные слушания об исполнении бюджета в 2023 году. В зале и на онлайн-связи представители федеральных и областных органов власти, регионального парламента, муниципалитетов, а также эксперты и общественники. К трансляции могли присоединиться и обычные белгородцы, которым важно знать, как живет и развивается их родная область. Так, несмотря на сложную оперативную обстановку, в минувшем году удалось сохранить сбалансированность и финансовую устойчивость региональной казны. В ответ на вызовы времени корректировки в бюджет вносили максимально быстро. В целом же, как отметили представители Минфина, вся работа над главным финансовым документом от формирования до сдачи отчетности заняла около 20 месяцев. Основным приоритетом, как и в предыдущие годы, стала социальная направленность. На долю отрасли социально-культурной сферы пришлось около 60% от общего объема расходов. И это несмотря на то, что с начала спецоперации у нашего субъекта появился ряд непредвиденных обязательств. Основное подспорье о формировании доходной части бюджета – налоговые и другие поступления. Их объем составил более 118,5 миллиардов рублей, что в сравнении с 2022 на 13 миллиардов больше. Положительная динамика сложилась практически по всем доходам. То есть экономика региона подтвердила свою устойчивость. Налоговый потенциал, который обеспечивают как крупнейшие наши организации горнометаллургического пластера, так и прочие плательщики всего сектора экономики, доказали свою устойчивость. Главным образом, рост доходов был обеспечен налогом на прибыль организации. Более четверти, вы видите, прибавка к уровню 2022 года. И НДФЛ, который поступал более высокими темпами, чем планировали администраторы данного источника.